ЗВОНОК В ДВЕРЬ И чтобы машина мне шлагбаум не снесла, я нажимаю на эту кнопочку и шлагбаум задерживается, пока машина не проедет. За 17 лет работы экстренных случаев на переездах Ольга повидала немало. Это один из самых сложных и опасных участков дороги. Здесь требуется особое внимание автомобилистов и соблюдение правил дорожного движения. Поезд не может остановиться мгновенно, а перевозит он ни много ни мало – около тысячи человек. В Международный день безопасности на переездах водителям вновь напомнили о соблюдении элементарных правил. Через переезд нужно проезжать с особой бдительностью. На красный свет проезжать нельзя. Если затор образовался на переезде, тоже проезжать нельзя. Необходимо подождать, пока затор освободится. Конечно, я хоть и недавно получила права, но я старалась. В границах Московско-Смоленского региона эксплуатируется 209 железнодорожных переездов. 60 из них обслуживаются дежурными сотрудниками. Благодаря их работе, надлежащему содержанию переездов, их модернизации, а также регулярным профилактическим мероприятиям, количество ДТП значительно сокращается. Если взять статистику, которая сегодня у нас есть, и с начала года, и с прошлым годом, мы достигли положительного эффекта. У нас меньше стало ДТП на переездах, меньше погибших. И мы хотим сегодня, в этот день, еще раз поднять этот вопрос, опасный вопрос, который сегодня должен каждый водитель понимать, что пересечение с железнодорожным переездом – это всегда внимание, внимание, внимание. А еще терпение. Ведь желание сэкономить секунды и пролететь на запрещающий сигнал светофора может стоить жизни не только водителю, но и пассажирам всего поезда.